Понятно, что углидар взяли, хотя углидар достался опять в форме руин, как очень многое, слава богу, что взяли. Но, тем не менее, есть проблема так называемых новых территорий, потому что, чего греха таить, они, в общем-то, сейчас превращаются, как многие люди говорят оттуда, и кто там был, да и сами там был, они превращаются в некое новое Сомали. Война и много лет невнятности политики Москвы по отношению к этим территориям, они, конечно, привели к катастрофическим и гуманитарным, и социальным, и экономическим последствиям. У нас, даже если брать демографию, очень много людей либо погибли, либо ушли на фронт и воюют, либо уехали из этих территорий, ну, прежде всего, в Российскую Федерацию, но и не только. И, конечно, самая главная проблема, это проблема то, что в таких ситуациях, как в наших русских деревнях, остаются в основном пожилые люди, либо люди, которым уж совсем некуда ехать, и со всеми вытекающими последствиями, то есть и с точки зрения кадров для промышленности развития, и с точки зрения любой остальной. Что я могу говорить про новые территории, как вы говорите, про сомализацию там, да? Когда вот тут 350 километров от Москвы, ведь Кострома мощнейший центр льняного текстиля всегда была, да? Все кадры, всё там, и НИИ, и подготовка кадров, и непосредственно конструирование текстильных машин, и так далее. Всё, ну, и это всё обнулено. Пугает вопрос, связанный с чем, а что мы несем на эти новые территории? Получается некий нонсенс, потому что новые территории, ну, конечно, и очень хорошо какие-то деньги туда вложат, там, вбухают, что-то прихорошат, но сама экономическая политика, она не перспективна, и мы вместо создания витрины русского мира, мы будем создавать, ну, в лучшем случае, Кострому. Я всё-таки тоже был в 2023 году в ЛНР, в том числе и в ДНР. Вот, конечно, там такое впечатление, что саранча прошла. Понятно, что кадры управляющие назначались даже в этот период, когда это считалось частью Украины, вроде как. Ну, управляющие кадры были назначались отсюда. Такое впечатление, что калифы начались, пришли, как саранча, объели всё. То есть, заводы пускались на металлолом, это и в ЛНР, и в ДНР. В ЛНР мне показывали, как в Луганске там разобранные пути, рельсовые, трамвайные, тоже на металлолом, воровали, как, я не знаю, как последний день Помпеи. И произошла, конечно, очень сильная деиндустризация. Там люди об этом, конечно, в открытую говорят. Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Вот сейчас Волчанский завод, там, к сожалению, наше полегло. А это был прекрасный завод, между прочим, до последних дней. Они его сохранили. Они, оказывается, гидравлику для вертолётов и самолётов поставляли на Казанский завод вертолётный, в Улан-Уденский, на Воронежский завод, на Авиастар, по-моему, тоже. То есть, у них были связи. Всё это, к сожалению, разрушено. Вы, наверное, правы, конечно. Потому что у нас такая же, такой же Сомали, по части диндустриализации, и внутри Российской Федерации. Конечно, очень горько видеть, когда тебе женщина пожелает, говорит, ну как вы меня освободили? Освободили от прошлой жизни, от квартиры, от зарплаты. Всё рухнуло. Это самая русская часть, естественно, бывшего СССР. Мы после заморозки войны получим развивающийся тяжёлый системный кризис. А новые территории превратятся из, собственно говоря, дополнительного локомотива развития, они превратятся, я так понимаю, просто в кандалы на ногах. Или как-то из жернов на шее тонущих. У меня такая... Потому что Переслегина слушал недавно, он говорит, ну там затраты на выставление будут сравнимы с теми затратами, что понёс Советский Союз на, так сказать, ликвидацию разработки после Великой Отечества.